Иногда у нас возникают такие ситуации, что мы снимаем один ролик, а по ходу дела разбираемся с чем-то другим и удивляемся, недоумеваем, потом получаем ответ и этим тоже хочется с вами поделиться. А ситуация была такой, мы снимали ролик, в котором у нас была цепь, в ней последовательно стоит конденсатор и с ним два светодиода, причем эти светодиоды в свою очередь поставлены параллельно и навстречу друг другу. Вот таким образом. Мы ролик сняли, а потом решили посмотреть, а если мы через эту цепь пропускаем переменное синусоидальное напряжение, то как при этом выглядит ток, который по ней течет? Ну и получили вот такую картинку. Напряжение показано синим и оно меняется синусоидально, а сила тока при этом изменяется импульсно. И каждый такой импульс приходится на те интервалы, когда напряжение растет по величине, а когда напряжение уменьшается по величине, ток по цепи не течет. Вот. Ну и здесь я должен сказать, что мы не сразу поняли, что мы увидели. А если вам уже все стало понятно, это значит, что вы здорово разбираетесь в электронике. А нам в наших рассуждениях помог переход от синусоидальной формы сигнала к пиле. Давайте нарисуем, какой будет сила тока, если в цепи, на этом участке цепи, будет стоять только конденсатор. Какая будет сила тока на этом участке? Но если напряжение меняется синусоидально, а сила тока это скорость роста напряжения, ну и соответственно заряда на конденсаторе, то это будет такая сдвинутая на 90 градусов вперед синусоида. А в случае, когда напряжение меняется пилой, ну здесь оно растет с постоянной скоростью, значит сила тока постоянна и положительна. Потом напряжение падает с постоянной скоростью и точно так же сила тока постоянна и отрицательна по знаку. На этом участке снова рост, сила тока снова положительна и постоянно. Ну и мы получаем вот такую ступенчатую зависимость. Еще раз, когда на этом участке стоял только конденсатор. Ну а теперь давайте посмотрим, что получается, если на этом участке цепи стоит и конденсатор, и два светодиода, последовательные с конденсатором и противонаправленные друг к другу. И смотрите, что мы получили. На той картинке, которую я рисовал, сила тока была то положительной, то отрицательной. А в цепи со светодиодами появляются как импульсы тока, так и такие участки, на которых сила тока равна нулю. Наличие этих участков нам и надо объяснить. И здесь нам на помощь приходят две идеи. И первая идея состоит в том, чтобы построить вольтамперную характеристику вот такого участка цепи с двумя поставленными навстречу друг другу светодиодами. Но если бы здесь стоял один светодиод, то при прямом подключении, пока напряжение мало, сила тока была бы чрезвычайно мала, можно считать, что она практически равна нулю. А потом при достижении какого-то значения, его обозначу со звездочкой, и для наших светодиодов оно было в районе трех вольт. Диод открывается. Ну и здесь, конечно, плавный переход, но я так нарисую, что очень резко начинает расти сила тока. А при обратном подключении открывается второй светодиод точно так же. Значит, здесь мы должны снова дойти до У со звездочкой. Ну и потом показать, что этот участок цепи оказывается открытым, если напряжение на нем больше, чем у со звездочкой. Вот. А вторая идея состоит в том, что когда мы имеем дело с вот так последовательно подключенным конденсатором и светодиодами, нам вообще можно про силу тока пока что забыть, потому что, зная, как меняется напряжение на конденсаторе, мы его всегда посчитаем. А посмотреть, если мы подадим напряжение пилообразное на конце этой цепи, то каким образом оно распределится между конденсатором и светодиодами. Чем мы сейчас с вами займемся. Изобразим на графике один период пилообразного напряжения. Сначала оба диода закрыты. Полное напряжение начинает расти и вместе с ним растет напряжение на диодном ключе. Когда напряжение достигает значения У со звездочкой, ключ открывается. Дальше напряжение на нем остается постоянным, а напряжение на конденсаторе растет. Теперь полное напряжение начинает падать. Но конденсатор разрядиться пока не может, потому что ток теперь должен течь через другой диод, а он сейчас закрыт напряжением противоположного знака. Поэтому напряжение на конденсаторе остается постоянным, а напряжение на диодах падает до тех пор, пока не откроется второй диод. Теперь ключ открыт, напряжение на нем постоянно, а конденсатор перезаряжается. И это происходит до тех пор, пока полное напряжение не достигнет своего амплитудного значения. После чего ключ снова закрывается, напряжение на конденсаторе остается постоянным, а напряжение на ключе растет, меняя знак. А теперь посмотрим на опыте, что у нас получится. Ну и вот я выход напряжения подал на конце этой цепочки. А измерять буду с одной стороны напряжение на светодиодах, и с другой стороны напряжение на конденсаторе. Посмотрим теперь на графике напряжения, который при этом получается. И вот мы видим то, что предсказано. Прежде всего сумма красного напряжения на диодах и зеленого напряжения на конденсаторе равна полной синей пиле, напряжению на всем участке цепи. И здесь есть интервалы, когда диодный вентиль переключается из одного открытого состояния в другое, при этом сам он закрыт, ток по цепи не течет, и напряжение на конденсаторе постоянно. А в других интервалах диодный вентиль открыт, напряжение на нем постоянно, конденсатор перезаряжается с постоянной скоростью, и тем самым по цепи течет ток постоянной величины. Ну и вот мы разобрались с нашим вопросом, показали, как это можно делать. Кстати, я должен поправиться. Я сказал, что напряжение, при котором светодиод открывается, порядка 3 вольт, это для синих светодиодов, а здесь мы работаем с зелеными, и у них это напряжение чуть больше 2 вольт. Ну, а теперь вопрос для зрителей. Мы будем подавать сейчас на нашу цепочку вот такое пилообразное напряжение положительное, от 0 до 8 вольт оно меняется, и все это будет происходить медленно, один период составляет 2 секунды. Ну, давайте все это включим. Да, и здесь поставлен, конечно, конденсатор существенно большей емкости. И вот мы видим мигание. Один из светодиодов горит в течение какого-то времени, а другой вспыхивает на очень короткий промежуток времени. И, как обычно, мы просим тех, кто может объяснить, что мы здесь наблюдаем, это объяснить и написать в комментариях к этому ролику на ютубе.